МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Подводим итоги четверга в студии. Олег Катанзейский. Новости начинаются. Собственный магнитно-резонансный томограф или сокращенный МРТ в Ненецком округе может появиться уже в следующем году. Об этом заявил губернатор Александр Цибульский. Сегодня он выступил с официальным отчетом о своей деятельности и деятельности администрации региона за прошлый год. По сути, это доклад о положении дел в регионе. В центре внимания здравоохранение, строительство жилья, а также школ, детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов. Обо всем по порядку в следующем материале. Выступая перед депутатами регионального парламента, Александр Цибульский тут же внес ясность. Ежегодный доклад губернатора – это отчет не только о его проделанной работе, но и всей администрации. Перед собой глава субъекта обозначил несколько важных тем, на которых подробно остановился. В их числе здравоохранение, строительство и социальная политика. Начал с первой. Ее губернатор назвал самой главной для жителей Ненецкого округа. Так, например, в последнее время довольно часто говорят о создании в регионе высокотехнологического медицинского центра. Александр Цибульский уверен, в Заполярье он не нужен. По крайней мере, такая клиника здесь не сможет полноценно функционировать. Мы не сможем здесь оказывать качественные услуги, потому что для любого высококлассного врача работа – это не только получение зарплаты, пусть даже и высокая, но это, в первую очередь, наличие достаточной практики для своей работы. А в силу наших объективных условий, малочисленности населения, мы не сможем обеспечить такой поток пациентов, который нужен высококлассным врачам. Но при этом мы с вами вполне можем наших пациентов отправлять в лучшие клиники страны, где они могут после хорошего диагностического исследования территории округа уже проходить высококлассное высокотехнологическое лечение. И это наша с вами основная задача. А вот от приобретения МРТ региональные власти отказываться не собираются. Наоборот, настаивают на покупке дорогостоящего томографа. Губернатор заявил, в Ненецкокружную больницу он может появиться уже в 2020-м. Он дорогой, он будет стоить порядка 100 миллионов рублей. Понятно, что для регионального бюджета эта цена весьма и весьма существенная. Где-то месяц назад вместе с руководством нашего блока здравоохранения мы были у руководства Министерства здравоохранения. Мы предварительно переговорили с министром, с ее заместителями. Они готовы поддержать нас и также финансово помочь для покупки этого аппарата. Поэтому наша с вами задача, в первую очередь, блока здравоохранения администрации, в этом году этот вопрос финализировать и постараться получить эти деньги и начать процесс приобретения этого МРТ. А в идеале в этом году уже его купить. Немаловажная тема – кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Александр Цибульский привел статистику. За четыре последних года по федеральной программе «Земский доктор» в регион приехали работать всего 13 человек. Показатель крайне низкий. Чтобы привлечь специалистов в Ненецкий округ, местные власти решили удвоить данную выплату. Особенно тяжело ситуация с кадрами наблюдается в сельской местности. Одна из причин – отсутствие служебного жилья и плачевное состояние ФАПов. Проблемы уже решают. В следующем году в муниципальных образованиях построят сразу 9 новых здравпунктов. А всего их появится 14. На сегодняшний день у нас уже определен проектировщик, который разрабатывает типовой проект сельских здравпунктов. Это крайне важно. В соответствии с условиями контракта, проектно-сметная документация появится не позднее 31 августа этого года. Это говорит о том, что в следующем году, с самого начала года, как только мы получим финансирование, мы будем готовы к строительству фельдшерских пунктов. Нам не потребуется отдельное проектирование по каждому объекту. У нас будет типовой объект, привязанный к нашей местности, который мы просто будем тиражировать в наших населенных пунктах с обязательным условием, что в каждом из фельдшерских пунктов у нас будет присутствовать квартира для врача. Мы с вами ездим по селам, мы встречаемся с людьми, с врачами, и все они нам говорят, что проблема наличия жилья для специалистов стоит самым крайним образом. Таким образом мы решим сразу две проблемы. И построим современный фельдшерский пункт, и сразу предусмотрим в нем жилье для врачей. В новых площадях нуждается и Ненецкая окружная больница. Существующее здание уже едва справляется с потоком пациентов. Губернатор четко дал понять, пристройка будет, ведь этот вопрос он поднимал даже на встрече с президентом. Надо сказать, что параллельно с этим мы ведем аналогичную работу по подготовке к строительству инфекционного отделения. Действительно, наболевшая тема, состояние нашего инфекционного отделения уже просто не выдерживает никакой критики. На сегодняшний день мы начали разработку соответствующей документации для того, чтобы в следующем году у нас была возможность также податься в федеральную адресную инвестиционную программу для получения софинансирования с федерального бюджета. Следующая тема – социальная поддержка граждан. По словам главы региона, властям и депутатам удалось восстановить социальную справедливость, которой так нуждаются северяне. За последний год возвращены и проиндексированы всеразличные выплаты. Одна из последних мер социальной поддержки, которую приняли в округе. Первоочередное предоставление новых квартир друженикам тыла. Мы приняли решение о предоставлении первоочередного права на переселение из аварийного и ветхого жилья для тружеников тыла. Это решение, которое к нам обращались, и мы смогли его принять. Вообще сегодня, если завершая эту тему, хочу сказать, что сегодня в нашем округе действует 148 мер социальной поддержки и ежегодные расходы, даже не расходы, а ежегодные компенсации бюджета на эти цели составляют порядка 2 миллиардов рублей. Подробно Александр Цибульский говорил о строительстве жилья на территории региона. Только за прошлый год в округе ввели эксплуатацию 21 тысячу квадратных метров. Это не одна сотня новых квартир. Впрочем, дальше больше. В этом году мы заключили государственные контракты, по сути, забюджетировали деньги на строительство около 48 тысяч квадратных метров жилья, что нам позволит приобрести для округа 1040 квартир в перспективе ближайших трех лет. Это те решения, которые уже приняты и по которым уже взяты на себя финансовые обязательства. Проведены конкурсы, и с этого строительного сезона начинается строительство многоквартирных домов. Ударными темпами будут возводить и социальные объекты. Прежде всего, школы и детские сады, особенно в сельской местности. В первоочередном списке Харута и Нельминос. Что касается Наринмара, то в городе возведут еще два дошкольных учреждения для детей до трех лет. Заканчивая свой доклад, Александр Цибульский напомнил о персональной ответственности каждого, кто участвует в реализации важных для региона проектов. Олег Итанзийский, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Ну а депутаты окружного собрания на сессии приняли изменения в бюджет Ненинского округа на текущий год. Они касаются расходной части казны, доходная останется без изменений. Средства будут направлены на сферу образования, здравоохранения, ЖКХ и строительства. Подробности далее. Средства на обследование домов и снос ветхих строений. 10,3 миллиона рублей на проведение мероприятий по сносу 20 домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными, непригодными для проживания. 5,2 миллиона рублей на обследование 47 многоквартирных домов. Образовательному ведомству средства увеличены на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, субсидии социально ориентированных НКО в сфере туризма. Также будут выделены средства на капремонт образовательных учреждений. В частности, предусматривается предоставление субсидий на ремонты садиков в Нельминоси, в Вискателях и Ромашке в городе. Затем двух школ ремонта – это в Нельминоси, в Вискателях. А также предусматриваются бюджетные средства на разработку ПСД для капитального ремонта ДК в Хангурее. Еще 5 миллионов рублей дополнительно направят на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций. Увеличение средств связано с повышением стоимости питания с 147 до 260 рублей в день на одного ребенка, а также на транспортные расходы по перевозке детей автобусами изыскателей. Более 6 миллионов рублей будет выделено на бесплатные путевки детям, которые нуждаются в санаторном лечении по медицинским показаниям. Более 9 миллионов рублей на проведение капитального и текущего ремонта в окружном противотуберкулезном диспансере и центральной районной поликлиники. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Александр Цибульский встретился с депутатом Госдумы Александром Козловским. Встреча была посвящена предстоящим в регионе выборам. Александр Козловский назначен куратором Ненецкого округа от Государственной думы по партийной линии. В ходе диалога стороны обсудили основные задачи по подготовке к единому дню голосования. В частности, речь шла об определении избирательных округов в Ненецком округе. Сейчас идет активная нарезка округов, будет утверждение округов, подготовка наших коллег-коднопартийцев к праймерису. Ну и потом сама компания. Поэтому у вас такие большие выборы в административный центр. 8 сентября, в единый день голосования, на территории Ненецкого округа пройдет 9 избирательных кампаний, среди которых как плановые, так и дополнительные выборы представительные органы муниципальной и окружной законодательной власти. Мы полностью здесь готовы работать вместе. Главное, чтобы это было максимально открыто, максимально прозрачно, понятно людям. Между тем стороны обсудили работу по реализации партийных проектов на территории округа. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости физическим лицам отчитаться о полученных доходах за 2018. На сегодняшний день таких граждан 941, из них только 129, отчитались в своих доходах. Для заполнения налоговой декларации формы 3НДФЛ можно подойти в Федеральную налоговую службу также в рамках Дня открытых дверей, которые пройдут с 4 по 5 и с 25 по 26 апреля. Ну а либо же заполнить декларацию через сервис личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Налоговой декларации обязаны представить люди, которые получили доход от продажи недвижимого имущества. Сделки, совершенные по отчуждению в 2018 году, период владения данного недвижимого имущества, у которых менее 5 лет. Граждане, получившие доходы от продажи акций, от сделок по подарению недвижимого имущества, также получившие выигрыши от катализаторов, сумма полученных выигрышей менее 15 тысяч рублей. Также граждане, которые получили выигрыш у нас от призов и участвующие в различных массовых мероприятиях. Добавлю налог, необходимо платить в срок не позднее 15 июля 2019. Вокалисты ансамбля «Травушки» взяли гран-при на международном фестивале конкурса «Богатство России», который прошел в рамках еще одного международного конкурса «Мы – будущее Великой России». Фестивали проходили в Москве. В этом году в мероприятиях приняли участие 2500 артистов из 85 творческих коллективов. Они представляли 50 регионов России. По итогам выступлений артисты из Ненецкого округа завоевали высокие награды в номинации «Народный вокал» в возрастной группе 14-18 лет, став лауреатами первой степени фестиваля «Богатство России» и лауреатами второй степени фестиваля «Мы – будущее России». Кроме того, Полина Валей названа обладательницей гран-при в сольном исполнении на обоих конкурсах, а Дарья Честнейшина удостоена звания лауреата второй и третьей степени на каждом из них. Выезд ансамбля «Травушки» на международный конкурс-фестиваль организован при поддержке администрации Ненецкого округа в рамках социально-экономического сотрудничества с компанией «Лукойл». Ну а 31 марта в Наринмаре пройдет съезджий праздник «Печорская гостьба». Мероприятие проводит этнокультурный центр Ненецкого округа в рамках славянской межрегиональной фольклорной ассамблеи. В празднике примут участие множество коллективов. Ансамбль «Гуцы» из Великого Новгорода, фольклорный ансамбль «Покровы» из «Вологда» и «Гармонист» из «Череповца» Данила Акимов, фольклорный ансамбль «Поверье» из Москвы, а также театр народного праздника «Канун» из «Нижней пёши», хор русской песни «Телевисочные кружева» из «Телевиски» и творческий коллектив «Наринмара». Кроме этого, «Старины» исполнит носитель пижемской традиции Илья Чуркин, руководитель фольклорного ансамбля «Невага» из Москвы. Во время праздника гости проведут конкурс «Чистушки под пляску», а за полчаса до начала праздника на интерактивной фольклорной программе можно пообщаться и сфотографироваться с участниками коллективов. В Ненинском округе подвели итоги регионального конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019». Всего ребятам предстояло пройти несколько испытаний, знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи, фигурное вождение велосипеда и творческий конкурс. Кстати, завершающий этап проходил сегодня на базе средней школы номер 5. Его победители отправятся на федеральный этап конкурса в город Казань. О том, для кого «Безопасное колесо» стало счастливым, расскажет Любовь Пермякова. Сегодняшняя встреча – финальная точка большого путешествия в мир безопасности дорожного движения. Ребята проходят творческий конкурс «Велосипед выбирай, ПДД соблюдай». Участникам команды юных инспекторов движения из пятой школы Кирилла Яковлева и Елене Артеева еще предстоит выступить перед другими юидовцами и компетентным жюри. Программу своего выступления они не держат в секрете и с удовольствием делятся с нами. Я буду выступать из-за такого сначала необразованного, то есть буду удивляться, для чего вообще нужны правила. Но потом я стану хорошим после песни и тоже буду говорить про то, что надо соблюдать правила, чтобы не ходить с синяками. Да, волнуюсь, чтобы не забыть слова, ничего. Я в роли инспектора дорожного рассказываю про ПДД, про все, как нужно ездить правильно, то, что эти правила простые, их нужно соблюдать. Ребятам есть за что побороться, ведь лучший из них отправится на всероссийский этап конкурса, который пройдет в городе Казань. Конечно, интересно, познаваемое, то есть уровень высокий, то есть российский это достаточно высокий уровень, дети видят, насколько это все серьезно и сложно победить на таком уровне, то есть все регионы России участвуют дети со всей страны. За эти 19 лет только в отдельном виде соревнования, то есть фигурное вождение, раза три мы были как бы победителями, десятку лучших ходили. Наши условия немножко северные, они не дают такую возможность детям готовиться так основательно, потому что у нас нету открытых площадок, где дети бы действительно откатывали. Напомню, мероприятие проводится с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. В этом году в конкурсе приняло участие семь команд из города, поселка Искатели и Нель Миноноса. Золото досталось юидовцам из четвертой школы. Любовь Пермякова, Антон Выдряков, Телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире. Всего хорошего.